Акция «Соберем детей в школу» Кому больше всего нужна поддержка? Говорим сегодня с председателем Краевого отделения Российского детского фонда Оксаной Овчинниковой. Оксан, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, если сравнивать с предыдущими годами, больше или меньше ребятишек стало нуждающихся, кому вы помогаете? Сколько их? Мне кажется, что число примерно одинаковое, потому что из года в год эти семьи, многодетные семьи, например, они переходят к нам. То есть мы их уже знаем, следим за тем, как ребятишки растут. Вот. Помогаем мы семьям многодетным, малообеспеченным, семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, например, если в результате пожара уничтожено имущество и дом. Ну, я так полагаю, ведь дети не только из городов, но и из районов. Где ситуация сложнее? В районах, конечно, в районах. И большая часть мы как раз помогаем семьям, которые в районах Алтайского края, в отдаленных районах Алтайского края находятся. Акция стартовала на прошлой неделе, насколько я помню, да? А уже есть откликнувшиеся? Да, у нас три компании откликнулись, перечисления начались и уже начался закуп канцелярских принадлежностей. Что больше всего нужно? Ну, у нас идут по двум категориям. Это наборы начальной школы и наборы для среднего и старшего звена школы. Ну, и в зависимости от учебного процесса мы подбираем канцелярские принадлежности. То есть, если начальная школа – это цветная бумага, пластилин, тоненькие тетради, то для среднего и старшего звена – это уже там общие тетради. Это то, что необходимо им для учебы. Куда люди могут обращаться, как приносить вам и что приносить? Два вида существуют помощи. Мы надеемся, что после программы наших сторонников будет больше. Можно перечислить денежные средства. И вот я уже сказала о том, что будут приобретены канцелярские принадлежности. Не все любят перечислять деньги. Некоторые любят приобрести самостоятельно и принести уже от себя подарок, уверенным в том, что это вот уже все в денежном выражении уже перешло в такой товарный вид, скажем так. Партизанская 120 – наш адрес. С удовольствием примем новые канцелярские принадлежности. Делаю упор на новые, потому что все-таки 1 сентября – это праздник. И хочется порадовать ребят новенькими, буквально с иголочками канцелярскими принадлежностями, чтобы это было все в упаковке и чтобы порадовалось детишек. Оксана, вы сказали, что не все перечисляют деньги. Безусловно, есть опасения у людей, учитывая сколько сейчас мошеннических различных схем. Скажите, пожалуйста, а как люди действительно могут отследить, куда поступают средства, канцелярские товары, все что угодно? Можно ли проследить, как они дошли до адресата? Да, мы на сайте активно освещаем это. Стоимость одного набора 350 рублей, то есть полного такого набора канцелярских принадлежностей, в какие районы, какие семьи получили. В общем, это освещается на сайте. А вот еще раз повторю, что если кто-то, например, приобретет, у нас есть такие люди, канцелярские принадлежности от себя принесут в пакете и хотят передать конкретной семье, мы это тоже можем устроить. Вашим именем в плохих, так скажем, целях пользуются? Бывает, бывает. Вы обращаетесь куда-то к правоохранительным органам. Как люди могут понять, что вот это не российский фонд? Ну, позвонить нам, обратиться к нам. Вот еще раз повторю, партизанская 120, мой телефон 666-550. В рабочее время, кроме субботы и воскресенья, ответим на все вопросы. Ну вот чего вы не делаете? Говорят, настоящие благотворители не ходят с ящиками, например, стеклянными. Да, не ходим мы, да. Вот это точно не будет. На городских улицах, да, мы никогда не появляемся. И вот когда я сама прохожу мимо, мне говорят, помогите девочке, которой предстоит операция. Как правило, не знают ни фамилия, ни имя, ни диагноз, ничего. То есть просто вот одно предложение. То есть это однозначно мошенники, вы считаете? Скорее всего. Ну, скорее всего, наверное, да. Хотя это не мы, скажем так. Это точно не мы. Оксана, вот в последнее время, если сравнивать, благотворителей стало больше. Насколько много добрых сердец? Я так скажу, что есть потребность творить добро. Больше-меньше, наверное, сложно сказать, но есть люди, которые чувствуют эту потребность. Они приходят и говорят, я бы хотел помогать, скажите, кому нужна помощь. И в этом случае мы говорим прям конкретную семью или какое-то учреждение, в котором мы действительно знаем, что очень-очень нужна помощь и люди очень нуждаются. Вот приведу такой пример. История, которая, ну, очень долго не выходила из моего сердца. Я очень сама лично переживала. На всех совещаниях, где присутствовала, рассказывала об этой истории. Это многодетная семья, село Протасово, немецкий национальный район. Удивительные люди, Геннадий и Светлана. Они воспитали 11 детей, причем 7 детей их, кровных детей и четвероприемных детей. В июле этого года дом семьи полностью выгорел в результате пожара. Пострадало имущество, там они совсем немного, им удалось спасти. Младшему Роме исполнилось 7 лет. В этом году он пойдет в первый класс. То есть дети все школьного возраста. И, конечно, подготовка к учебному году. И вообще, оставшись без крыши над головой, очень жалко было этих людей. Нашлись добрые люди. Вот так вот пришли в фонд. Даже они, как правило, не представляются или называют только имя. Вот Владимир, я думаю, если он услышит, он поймет о ком речь. Такой наш байкер пранаульский. Он в своей группе бросил клич «Давайте поможем семье Титовых». Они собрали полные комплекты канцелярских принадлежностей. Там иранцы, и все, что необходимо. Причем все очень красивое и яркое. Такое, можно сказать, современное. В середине августа я планирую поехать в немецкий национальный район. А где живет сейчас эта семья? Они живут в доме своего родственника. Такой дом нуждается в капитальном ремонте. Там действительно нет условий для прошивания. Давайте буквально 30 секунд назовем, куда обращаться, чтобы помочь этим людям. Партизанское 120, Российский детский фонд. Мы все передадим. Денежные средства, которые поступят на эту семью, будут перечислены в полном объеме. Оксана, спасибо вам огромное и за дело, и за время, которое вы нашли, чтобы пообщаться в нашей студии. Ждем вас еще к 1 сентября рассказать о том, и как эта семья устроилась. Будем надеяться, что у них будет своя крыша над головой, и как ребятишки пошли в первый класс. Спасибо большое. Это была программа «Наше время», и мы сегодня говорили о том, как собрать необеспеченных детей к школе. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok